МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа событий в студии Ольга Ловина. В Брянск приехали почетные гости. О каждом, можно сказать, стал легендой при жизни. Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1980 года, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владислав Третьяк, а также герой России, председатель Комитета по обороне Государственной Думы Владимир Шаманов, экс-командующий воздушно-десантными войсками России, президент Российской Ассоциации Героев, председатель Комитета Госдумы по обороне. На встрече с губернатором Александром Богомазом Владимир Шаманов поделился впечатлениями о Брянской области. В разговоре приняли участие также депутаты Государственной Думы Николай Валуев и Валентин Суббот. Впереди гостей ждала насыщенная программа, но обо всем по порядку. Спорт, патриотизм, забота о подрастающем поколении объединили участников встречи в правительстве Брянской области. Губернатор Александр Богомаз обсудил эти вопросы с Владиславом Третьяком, который прибыл к главе региона сразу после общения со спортсменами училища Олимпийского резерва. Во встрече также приняли участие герой Советского Союза Иван Кашин, герой России Владимир Шаманов и Александр Постоялко, а также депутат Государственной Думы Николай Валуев. Трехкратный олимпийский чемпион, лучший хоккеиста 20 века Владислав Третьяк встретился со студентами Брянского государственного колледжа Олимпийского резерва. Там побывал и мой коллега Игорь Умаров. Игорь, здравствуй. Здравствуй. Тебе сегодня, мне кажется, очень повезло. Ты своими глазами увидел лучшего хоккеиста 20 века. Скажи, он вживую такой же, как по телевизору? Да, он вживую такой же, только добрее. Он постоянно улыбался, постоянно говорил, шутил, рассказывал истории из жизни. Ну расскажи, как прошла встреча Владислава Александровича со студентами? Только давай вкратце, хорошо? Как ты это умеешь и делаешь в своей постоянной рубрике? Ну если совсем вкратце, то красной строкой через все проходило слово дисциплина. Потому что спорт – это дисциплина. В целом, конечно, студенты чувствовали себя достаточно свободно, задавали интересные вопросы. Обстановка была абсолютно непринужденная, я бы даже сказал дружеская. Ну мне и, я думаю, нашим телезрителям уже не терпится узнать все подробности. Давайте посмотрим сюжет. Живую легенду с порога встречают аплодисментами. Показывают стенды с медалями и кубками. Достижения воспитанников школы. Встречи проходят в библиотечном зале. Я вырос в семье военнослужащего. Папа у меня военный летчик. Он занимался физкультурой, а спорт не любил большой. Ну вот так вот. И он хотел, чтобы я был летчиком. А мама у меня преподавательница в школе, по физической культуре. Она играла в русский хоккей до войны. И, естественно, она хотела, чтобы я был хоккеистом. Дисциплина в семье была жесткой. И это очень пригодилось в большом спорте. Играя за ЦСКА, за все время не пропустил ни одной тренировки. И когда я пришел, мне Тарас говорит, ну что полуфабрикат? Уй, моя фамилия Третьяна. Будем работать. Посмотрите, что он сказал. Он великий тренер. Он говорит, если выживете, молодой человек. Только на выставку говорю. Если выживете, будете великим. Не выживете, извините. Завтра в шахту. Я говорю, Антонич, я в девятом классе еще учусь. Мне в школе. Он говорит, какая школа? Завтра на тренировку в ЦСКА переведешься в школу молодежную. Главное в спорте – слушать, что говорит тренер. Принимать это и выполнять. Ведь цель тренера – сделать так, чтобы его ученик был лучшим. Конечно, никому не нравится, что тебя заставляют или какое-то замечание делать. Вот когда маму не будут замечания делать, значит, это уже что-то плохо. За свою карьеру Владислав Третьяк побывал почти во всех странах мира. Сыграл 482 матча на чемпионатах Советского Союза. Еще 117 – на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Я тоже очень много езжу в Америку, Канаде. Вот политика там, да, а народ нормально. Конечно, их зомбируют против нас, там все такое. Но вот когда появляются спортсмены, Малкин там популярный в Питтсбурге, Кучеров сейчас в Тампе-Бейт, а понимаете, Бобровский в Колумб. У нас свои, это знаете, вот свои посланники мира. В завершении встречи легендарный хоккеист ответил на несколько вопросов, которые ему задали студенты. И сфотографировался на память. Игорь Умаров, Иван Зюрев, События Брянск. В Ледовом дворце прошла церемония торжественного открытия турнира Кубок Владислава Третьяка. Соревновались команды мальчиков 2009 года рождения. На льду сражались не только хоккеисты из Брянской области, но и Минска, Смоленска, Краснодара, Липецка. Сюжет об этом грандиозном спортивном мероприятии готовится к эфиру. Вы увидите этот видеоматериал в итоговом выпуске программы События. Владимир Шаманов и Александр Богомас посетили дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина. В рамках проекта «Диалоги с героями» генерал-полковник встретился с юноармейцами и ответил на интересующие их вопросы. Также во встрече приняли участие герой Советского Союза Иван Кашин и герой России Александра Постоялко. Дань памяти погибшим героям. Почетные гости возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам. А в этот момент в зале дворца имени Гагарина встречи с ними уже ожидают сотни юноармейцев, участники сегодняшнего диалога. Владимир Шаманов – герой России, председатель комитета по обороне Государственной Думы, экс-командующий воздушно-десантными войсками России. О его жизненном опыте можно рассказывать часами. Сегодня он отвечает на вопросы юных патриотов Брянщины, участвуя в акции «Диалоги с героями». Проект был создан Роспатриот-центром в рамках государственной программы патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. На Всероссийском молодежном форуме акция была представлена Владимиру Путину и получила высокую оценку президента. Сегодня во встрече с брянскими юноармейцами приняли участие герой Советского Союза Иван Кашин и герой России Александр Постоялко. Владимир Шаманов отметил, герои всегда готовы общаться с молодежью. Сегодня в гостях героический человек, лененда нашей Советского, российской армии, советской армии, российской армии, командующего с воздушными садами войсками, которого командовал 7 лет, который прошел очень большой путь как военный человек, как чиновник. Он 4 года губернатором был в Ульяновской области. Потом опять вернулся в войска и был назначен президентом на самое мобильное, самые боеспособные войска, это наши большинственные войска. Сегодня ту работу, которую проводят депутаты в СССР, она очень огромна. Ну и, конечно же, ребята, вам все не повезло. У вас сегодня исторический день, вы встретились с легендой. С легендой? Наших оружейных сил. Но я вот когда вот, мне тоже понравилось, дочь, когда вы говорили о том, что в России сегодня 30 героев Советского Союза, а мне приятно, всем нам варианты, что три это варианты. Афанасин, легче-космонавт, Кашин, Иван Андреевич, и Пугачев, Федор Иванов. Наш земляк, зналозы, потому что не живет в Москве. Юно-армейцы не могли не затронуть тему военного дела. Владимир Шаманов рассказал, как в 14 лет увидел фильм «Офицеры» и понял, делом его жизни должна стать служба Родине. Десятки лет он был военным командиром. Главной задачей было сохранить жизнь своих подчиненных. У каждого из солдат есть родители, бабушки и дедушки. Они в армию нам отдали своих детей, чтобы они выполнили свой конституционный дом. А наша задача их сохранить живыми и невыгодными. А вообще, девиз мой, из полиции Каверина «Два капитана» «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Я где-то лет до 25 не понимал вторую половину этого выражения. Потому что бороться и искать – это все понятно. Это смысл жизни. А вот почему найти и не сдаваться никак не понимал. И только получив жизненный опыт, хоть и небольшой, но все-таки, в 25 годах, я понял, что оказывается, то, что ты находишь, и всегда то, что тебе необходимо. Значит, надо, засучив рукава, продолжать искать и никогда не сдаваться. В Брянской области движение «Юнармия» насчитывает 11 тысяч человек. В ходе встречи Александр Богомаз пообещал, что в новом дворце единоборств, строительство которого начнется в этом году, будет предусмотрено место для занятий юнормейцев. 20 лет назад Владимир Шаманов уже бывал на Брянщине на военных учениях. Герой России поблагодарил Александра Богомаза за приглашение и возможность еще раз посетить героическую Брянскую землю. Брянщина является сегодня лидирующим субъектом Федерации Центрального Федерального округа. Это достижение ваших родителей, ваших педагогов, ваших земляков. И у вас светлая дорога. Шагайте по ней уверенно и пишите свои золотые страницы. Одни люди принесли цивилизации открытия, принесли шедевры, музыки, живописи, искусства. А другие принесли горе, убивали себе подобных людей, издевались в концлагелях и многое-многое другое. К чему это хочу сказать? Настраивайте себя на доброту. Доброта и красота спасут мир. Валерий Анатольевич, я хочу вам огромное благодарность от себя и от всех ребят, которые здесь присутствуют в зале. Вот вы им ответили на все вопросы открыто и душевно. И то, что о вас, как вы сказали, иногда давали волю своим чувствам. Действительно, чувства были, это было именно искренне. Искренне вы переживали те периоды своей жизни, которые у вас были непростые. Но что можно сказать? Вы же рассказали нашему подрастающему поколению все служить. Начиная от рождения, от учебы в школе, от учебы в военном училище, от прохождения службы на различных должностях. И самый главный вывод, что можно сегодня сделать? Что вы простой деревенские мальчишки смогли добиться самых высоких, высокого положения в обществе. То есть вы, герои России, командовали самыми элитными войсками, воздушно-иссанными войсками. Сегодня являясь депутатом, представителем комитета по обороне, ключевым комитетом нашей государственной доме. Это я к чему говорю, ребят, что в жизни всегда есть место подвига, и в жизни всегда есть место добиться высоких результатов. То есть не положение родителей, не наличие, как говорят иногда молодежи, там крыши, нет, не это важно. важно стремление вот идти всегда, никогда не сдаваться и добиваться поставленных целей. И вот всегда у вас должна быть, я считаю, вот эта сегодняшняя встреча перед вас пример нашего уважаемого гостя для того, чтобы стать достойным представителем нашего великого народа и нашей великой страны. А у нас великая страна и мы великий народ. Вы уже представители новой России. Мыло здесь все сидящие на нашу долю выпало в то время, когда великая страна прекратила существование. Это были тяжелейшие годы. Тяжелейшие годы с моральной стороны. То есть с моральной стороны, когда великая страна и великий народ мы стали тридцать субъект и второсортным, третерсортным народом. Но сегодня другие времена. Сегодня другое время. И то, что сказал Владимир Анатольевич, что сделан огромный запас на 20 лет нашей вооруженной силы сегодняшнего запаса хватит. Но дальнейшее все в ваших руках. То есть если вы будете понимать, что вы представляете великий народ, великие традиции, историю и великую страну. Нет лучшей страны в мире, чем Россия. Но только нам нужно сегодня много поработать и сделать ее еще лучше. И вот если мы это сделаем, то мы станем еще более успешными и с более достойной жизнью. Я всегда желаю вам стать достойным представителем нашего народа. Спасибо. Валерия Барносова, Владислав Пескунов, События Брянск. Комфортная городская среда и квартиры для сирот, спортивные объекты и детские сады. Губернатор Александр Богомас продолжает встречаться с руководством муниципалитетов области. В этот раз о проделанной за год работе и планах на 2019 отчитался Новозыпков. Одна из ключевых тем встречи реализация программы формирования комфортной городской среды. В Новозыпкове в прошлом году благоустроили шесть дворовых территорий, многоквартирных домов и сквер Героев Отечества. В этом году выделяется порядка 13 миллионов и мы будем вести работы по ремонту нашего городского парка. То есть не вести, а продолжать те работы, которые были начаты в 2017 году. По словам главы администрации Новозыпкова, в общей сложности на ремонт городского парка необходимо 46 миллионов рублей. Сумма немалая, а потому благоустройство главной общественной территории райцентра разбили на несколько этапов. Проект такой очень большой такой гигант. Ну, хотят же все красиво сделать. Мы его сейчас сделали в прошлом году, да? В 17-м. В 17-м сколько? В 17-м, да. В 6 миллионов. В 6 миллионов. На этот вот? На этот вот 13. В 13. Остается еще 20. Да. Давайте мы посмотрим, может, что бы нам нужно сделать и забыть. Вам нужно парк сделать сразу или сделать в течение двух трех лет? Давайте сразу, да. Давайте сразу сделаем. Условно говоря, можем где-то в этом не делать, сделаем в следующем году. В этом году закроем Новозыпково и забудем. Мне же какая у себя подходит. Сделать и забыть. Не менее важный для Новозыпкова вопрос – возведение дворца спорта с ледовой ареной. Александр Чебыкин заявил, городу он нужен. За его строительство собрали уже 12 тысяч подписей. Действительно, они просят ледовый дворец. Притом, у нас очень хорошие в городе традиции хоккейные. Александр Чебыкович, я просто, чтобы вы понимали, мы деньги выделили. Выделили на один дворец в Тубренске, тот, который мы сделали деконструкцию, который был просто еще Десна, которая открытая площадка. И пять по территории области. Но по территории области мы деньги выделили, а дальше, как скажут люди. То есть, мы проводим по общественной территории голосование. Вот так должны люди проголосовать когда-то 26-го мы справились. Ну да, 26-го. И мы посмотрим. Просто посмотрим, чтобы потом именно никто не мог сказать, что решил Богомаз. Богомаз решил выделить деньги. А дальше должны сказать главы района вместе с теми же, кто проживает. Отчитался глава администрации и о социальных обязательствах муниципалитета перед населением. Детские сады укомплектованы, очереди нет. Окончательно решится в этом году и вопрос с выделением земельных участков многодетным семьям. Мы в этом году завершили формирование последних 158 участков. проблему полностью. То есть, все люди, состоящие на учете многодетной семьи, они получат участки земельные. Там еще останется порядка 30 земельных участков. Для сирот в Новозыпкове за 4 последних года закупили 47 квартир. В 2019 собственным жильем обзаведутся еще 15 детей, оставшихся без родителей. А осталось 116 человек. Я думаю, лет 5, наверное, эту проблему закроем. Заключительная тема на встрече губернатора с руководством города Новозыпков. Здравоохранение. Районная больница одна из самых укомплектованных медицинскими кадрами на юго-западе области. Действительно, здравоохранение находится на хорошем уровне. То есть, врачи сейчас получают хорошую зарплату медсестры тоже. Поэтому в этом отношении спасибо большое вам, правительству Брянской области. Действительно, уделяете огромное внимание в приобретении того оборудования, которое необходимо на сегодняшний день. Поблагодарили главу региона из-за машины скорой помощи. Напомним, автопарки медучреждения Брянской области за три последних года пополнили более 80 новеньких неотложек. Екатерина Карманова, Сергей Дюков, Максим Кузнецов. События Брянск. Депутат Государственной Думы Николай Валуев навестил семью инвалидов. Геннадий Прокопенко, участник боевых действий, прикован к постели. За ним ухаживает жена Александра Прокопенко, инвалид второй группы. Николай Валуев выручил семье корзину с продуктами, а также специальный медицинский матрас, который облегчает состояние лежачего больного и помогает в уходе за ним. Кроме этого, депутат пообещал, что постарается сделать все возможное, чтобы определить Геннадия на лечение в Брянске областной госпиталь для ветеранов-воин. Демография, добровольчество, инвестиции в будущее. На эти темы говорили в региональном правительстве. В итоговой коллегии по реализации молодежной политики приняли участие руководители области, депутаты регионального парламента и профильные специалисты. Развитие добровольчества один из самых больших успехов нашего региона в плане проведения молодежной политики. Это особенно символично. Президент России объявил 2018 годом волонтера. Если в начале 2018 года у нас было порядка 7 тысяч волонтеров, то к концу года эта цифра увеличилась до 15 тысяч волонтеров. Наши ребята приняли участие и стали лауреатами в различных добровольческих конкурсах на уровне Российской Федерации. У нас появился знак почетный доброволец Брянской области. Успех определило тесное сотрудничество исполнительной и законодательной властей. Первыми в России мы приняли закон о добровольчестве, волонтерстве, деятельности в Брянской области. При поддержке депутатов Брянской областной думы был создан ресурсный центр развития добровольства и обеспечено его финансированием. По итогам года Федеральное агентство по делам молодежи опубликовало рейтинг по реализации соответствующей политики в регионах. Брянская область уверенно поднимается в этом списке. 30 место среди всех 85 субъектов Федерации. Хочу отметить, что еще 5 лет назад у нас в бюджете области на реализацию молодежной политики было заложено 900 тысяч, а сегодня у нас заложено более 30 миллионов. Все это возможно благодаря тому, что работает экономика области. Улучшать демографическую обстановку в области на этот аспект особое внимание обратил заместитель губернатора Николай Щеглов. Президент неоднократно указывал губернатору, что самая главная наша ценность это люди. Мы должны получить процент этой ситуации производной, получить крепкую семью, крепкую семью с детьми. Успешную реализацию молодежной политики в нашем регионе отметили на всероссийском уровне. Федеральное агентство по делам молодежи решило собрать окружной форум в этом году именно в Брянске. Съезд пройдет в конце мая. Артемий Маркелов, Анатолий Чекрыгин, События Брянск. В Брянске налоговая служба проводит дни открытых дверей 4 и 5 апреля. Инспекторы помогли брянцам заполнить документы онлайн и разъяснили налоговое законодательство. Для тех, кто не смог прийти, служба вновь откроет двери 25 и 26 апреля. Галина Кравченко пришла в налоговую по делам. О дни открытых дверей она не знала. Приятно удивлена, говорит женщина. Хорошо приняли. Все помогли мне и рассказали, что это делали. И не стояло в очереди. Человек занимается мной, потому что мне надо было ехать в бежицу на куда-то клетень туда звать. А здесь удобно и все на месте. Большое спасибо. День открытых дверей акция всероссийская. Цель этой акции это разъяснение налогового законодательства. Демонстрируем все возможности онлайн сервисов ФНС России. Ну и конечно налогоплательщики ждут нашу помощь в заполнении декларации. Срок подачи декларации до 30 апреля. В первую очередь отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели и те, кто получил доход от продажи или аренды имущества, принял недвижимость в дар. Исключение дарения между близкими родственниками. Налог, исчисленный по декларации, должны воплотить не позднее 15 июля. Налоговики подчеркивают, день открытых дверей прекрасная возможность заглянуть в свое личное досье и убедиться, долгов государству нет. Для тех, кто не успел прийти в начале апреля, Брянская УФНС проведет Дни открытых дверей под занавес декларационной кампании 25 и 26 апреля. Игорь Николаенко, Екатерина Пормон, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. В Брянске 6 апреля пройдет общегородской субботник. В нем примут участие работники бюджетных учреждений, чиновники, коммунальщики и работники различных предприятий. Присоединиться к ним сможет любой желающий. Напомним, в минувший понедельник, 1 апреля, в Брянске стартовал месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. Второй общегородской субботник запланирован на 20 апреля. Советский районный суд вынес приговор по делу о двух наркоторговцах, которые пытались продать в Брянске крупную партию наркотиков. Гособвинителем выступил прокурор Брянской области Александр Войтович. На судебном процессе побывала наша съемочная группа. Довести свое дело до конца два гражданина Таджикистана так и не успели. Их задержали сотрудники ФСБ во время первой закладки наркотиков. При обыске на съемной квартире у подсудимых обнаружили 92 свертка с героином общим весом более 250 граммов. Так как дело резонансное, а наркотики пытались продать молодежи, государственным обвинителем по делу выступил прокурор Брянской области Александр Войтович. Мы поставим эти вопросы рассмотрим о борьбе с наркотиками и у меня на коллекционном совещании и у губернатора когда мы занимаемся профилактикой этой, так сказать, заразы. Судебное следствие было проведено в кратчайшие сроки. Допрошенные свидетели исследованы все доказательства как со стороны защиты, так и обвинения. Кратчайший и разумный срок рассмотрения стал результатом эффективной работы гособвинителя, иных участников процесса и напрямую связан с грамотной организацией судов Брянской области. Суд приговорил Хайбилова Бахредина Илхомовича и Касимова Фазила Ганиевича признать виновными в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта МГЧ 4 статьи 2 до 8 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое каждому из них назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступит в законную силу через 10 дней. Игорь Николаенко, Игорь Умаров, Владислав Пескунов. События Брянск. Брянские полицейские расследуют необычное дело. Электронное письмо заставило предпринимателя перевести на счет мошенника 150 тысяч рублей. Реквизиты на оплату помещения, которое арендовал, мужчина получил по электронной почте два раза. Во втором письме говорилось о якобы их смене. Ничего не подозревая, предприниматель перевел 150 тысяч рублей за аренду. Однако вскоре владелец помещения потребовал оплату. Как выяснилось, реквизиты не менялись и второе письмо арендодатель не оформлял. Полиция предупреждает, будьте бдительны при общении через интернет. Не совершайте платежи, пока не свяжетесь со своими знакомыми. И практически в продолжение темы брянские полицейские расследуют очередные факты телефонного мошенничества. За минувшие сутки злоумышленники лишили трех жителей с города 50 тысяч рублей. Этой пенсионерке преступник представился сотрудником безопасности банка. Женщину подкупило, что он назвал ее фамилию, имя и номер карты. Попросил сообщить трехзначный код с обратной стороны. Доверчивость обошлась женщине почти в 50 тысяч рублей. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Брянской области 62 раза выезжали на тушение горящей травы. Наихудшая обстановка по-прежнему в Красногорском, Гордеевском, Жирятинском, Почебском, Брянском, Трубчевском и Камарическом районах. Красные точки на карте это очаги возгорания. МЧС ожидает всплеска случаев пожаров на выходных, когда многие отправятся отдыхать на природе. Стоит в очередной раз напомнить, за нарушение правил противопожарного режима граждане и организации несут административную и уголовную ответственности. В областной столице в спорткомплексе «Локомотив» прошел традиционный международный турнир по боксу, посвященный Николаю Федоровичу Королеву. Почтить память прославленного чемпиона в наш город приехали не только спортсмены из соседних регионов, но и гости из братских республик. Мемориал Королева по боксу один из немногих в области турниров долгожителей. За свою почти 30-летнюю историю он завоевал серьезную репутацию среди спортсменов и специалистов. Вот и на этот раз в нашем городе удалось организовать турнир, сопоставимый по составу участников с крупнейшими всероссийскими соревнованиями. География России, как вы видите, представлена очень широко. То есть у нас и орловчане, и куряне, и аж до Архангельска, и Мурманска. То есть в принципе это говорит о том, что традиционно турнир уже собирает своих боксеров, ведь в основном это тоже и от тренеров зависит. Они привозят своих учеников на те турниры, которые знают, любят, уважают, а нас есть за что уважать. Не отходи никуда, Никита. Хорошо. Такие турниры очень важны в первую очередь для начинающих боксеров. Никакие, даже самые интенсивные тренировки не заменят азарта настоящего боя с достойным соперником. Спасибо вам. Глаза ближе, ближе, А, да, да. Скажи, вот такие вот уважнения делаешь. Сейчас стало очень много приезжать детей с Москвы, со всего региона центрального. Вот это очень приятно. Это хорошо, что так люди едут и стараются показать себя с высшей стороны. Я считаю, это очень важное мероприятие. Во-первых, это позиция ОРЖД, это позиция президента страны. Такие мероприятия, во-первых, это воспитание молодого поколения, здоровые молодежи, а молодежь – это наше будущее. Николая Федоровича еще при жизни называли королем ринга. И это не пустые слова. Не случайно Королев стал первым советским боксером, мастерство которого признали даже западные специалисты. Это легендарная личность. Во-первых, это был девятикратный чемпион Советского Союза по боксу, четырехкратный абсолютный чемпион СССР по боксу в тяжелом вести. Воевал в партизане в наших краях. Был адъютантом у легендарного командира бригады Дмитрия Медведева. В общей сложности за два соревновательных дня спортсмены разыграют на ринге награды в десяти весовых категориях. Финальные поединки турнира пройдут в субботу, 6 апреля. Дмитрий Кузнецов, Игорь Венчук, События, Брянск. 7 апреля 2019 года молодежка ОНФ проведет всероссийскую экологическую акцию «Сохраним лес». В городах 85 субъектов страны, включая Брянскую область, будут определены специальные пункты приема макулатуры, куда любой желающий сможет принести и сдать использованную бумагу, картон, газеты, журналы. Рекордсменов по сбору ждут приятные сюрпризы и ценные подарки. Пункты приема в Брянске, филиал Российской академии народного хозяйства «Надуки», «БГИТУ» и Брянский медицинский колледж. Все просто. Это один лист бумаги. Одно дерево умирает за 17 таких пачек. Ежегодно вырубают 125 миллионов деревьев, чтобы производить бумагу. 20 гектаров леса исчезают прямо сейчас. Деревья нужно спасать, а как сдавать макулатуру? Когда? 7 апреля вместе с командой молодежки ОНФ. Приноси газеты, журналы, книги, просто листы. С 11 до 17 часов на специальные точки в твоем регионе. Все просто. Больше макулатуры, ты чемпион. Сохраним лес. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова